И, драгоценные, мы сегодня будем вместе с вами читать одно место из Евангелия. И я верю, что как раз вот это место подходит для той ситуации, в которой мы находимся с вами. И это место из Евангелия от Матфея, из 14 главы, где рассказывается следующее. Прочитаем 22 стиха. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если ты повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Вы знаете, нередко сравнивают море с человечеством, а церковь с лодкой. С лодкой, которая в этом море человечества спасает людей, спасает от их грехов, спасает от их проклятий. И здесь, вот в этой истории очень интересной, вот говорится о том, что когда ученики сели в лодку, то начался противный ветер. И я хотел бы вам сегодня показать вообще пять важных вещей о противном ветре, когда в нашей жизни дует вот такой противный ветер. Пять важных вещей. Самая первая вещь, о которой я хотел бы сегодня поговорить. Если у вашей жизни противный ветер, значит, в вашей жизни есть направление. Есть такая поговорка, когда вы не знаете, куда плыть, то ни один ветер не будет вам попутным. И это так, и можно добавить, да? Если вы не знаете, куда плыть, не только ни один ветер не будет вам попутный, но ни один ветер также не будет вам противный. Когда мы приходим к Господу, то Бог дает направление нашей жизни. В Библии много говорится о призвании. Когда мы приходим к Нему, Бог помогает нам раскрыть те дары и те таланты, которые Он заложил у нас в нашей жизни. И наши дары, наши таланты, которые есть в нашей жизни, говорят о нашем призвании. Я как пастор нередко слышу такие вопросы, говорят, пастор, ну а как мне узнать о моем призвании? Может, вы помолитесь за меня, чтобы Бог мне открыл, в чем мое призвание? Вы знаете, когда Бог дает цель в нашей жизни, то Он всегда дает инструмент, как эту цель достичь. Поэтому от того, какой инструмент, можно нередко узнать, какая цель есть в нашей жизни. Когда Бог дает в нашей жизни определенное призвание, Бог дает определенные таланты, дары для того, чтобы это призвание исполнилось в нашей жизни. И поэтому, когда мы вникаем не только в Слово Божье, не только в учение, когда мы вникаем в себя, тогда Бог раскрывает нам те таланты, которые есть. И мы можем сделать выводы о том, какое в нашей жизни есть призвание. Потому что для того нам и дам талант, чтобы мы пустили его в оборот и достигли определенные Богом для нас цели. Поэтому, если в нашей жизни есть противный ветер, это говорит прежде всего о том, что в нашей жизни есть направление. И это очень хорошо, когда мы движемся в определенном направлении. Это первая истина о противном ветре. Вторая вещь, о которой вроде бы говорится в церквах, но все равно на уровне подсознания многие верующие все равно не воспринимают это. Потому что нам почему-то все время кажется, если мы исполняем угодное Богу, то в нашей жизни должно быть все хорошо. Если же мы наоборот делаем неугодное Богу, вот тогда в жизни должны быть проблемы. Вот такое, знаете, такое религиозное мировоззрение, оно было у друзей Иова, которые говорили, ну вот, если бы ты делал угодное Богу, не случилось бы с тобой такого. То есть, если есть проблема, если есть какой-то противный ветер, если есть какие-то проблемы или препятствия, значит, что-то ты в своей жизни делаешь не так. Так вот, эта история говорит о том, что с Богом часто в нашей жизни ветер может быть противным. Почему? Ну, потому что вот, когда мы исполняем волю Божью, не всем это нравится. И противный ветер, он также от Господа. Некоторые думают, ну, это, наверное, от дьявола. Да нет, это от Бога. Почему? Потому что вот этот противный ветер, как ничто другое, смиряет нас. Почему? Да потому что, когда мы находимся рядом с Иисусом, когда мы переживаем Его славу, когда мы переживаем Его благословение, нам порой кажется, что теперь в нашей жизни не должно быть никаких проблем. мы нередко вот эту славу Божью приписываем себе, и нам кажется, что теперь все должно быть гладко, все должно быть прекрасно. Не случайно вот вся эта история, которую мы сегодня прочитали, произошла после известного чуда, совершенного Иисусом Христом, когда собралось пять тысяч человек, а Иисуса всего было две рыбки и пять хлебов, и было совершено чудо, и эти пять тысяч человек, а мы знаем, что в то время считали только мужчин, то есть пять тысяч только мужчин, то есть где-то в среднем там было тысяч 15, если брать в расчет еще женщин и детей, это было минимум 15 тысяч, наверняка там было, наверное, еще и больше людей, и вот эти тысячи, тысячи, тысячи Иисус накормил всего двумя рыбками и пятью хлебами. И я думаю, вы можете себе представить, да, какой ажиотаж это чудо вызвало среди народа, да, и интересно очень, когда евангелист Иоанн описывает это, вот я хочу открыть Иоанн, шестая глава, говорится, и собрали, тринадцатый стих, и собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти чменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. То есть не только Иисус этими пятью хлебами и двумя рыбками накормил тысячи людей, там еще остались, остались целые короба с едой, да. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, смотрите, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Видите, интересно, что Иоанн отмечает, именно после этого чудо, чудесного накормления тысяч людей, возникла у некоторых идея прийти и сделать его царем. Почему? Да потому что от чудес кружится голова. Когда люди видят славу Божию, когда они переживают что-то сверхъестественное, то часто мы строим свои теории. Какие теории? Вот так, как кажется нам, так вот должно быть великое. А в нашем что представление великое? Ну, великое, чем выше должность человека, тем более великое. Библия нам показывает, что самое высочайшее величие в этом мире было не на троне совершенно, а на Голговском кресте, которое, напоминаю, было орудием пытки. И Иисус говорил, кто из вас больше, да будет всем слугой. Но все равно, даже у нас, у христиан, у тех, кто идет за Иисусом, все равно в какой-то мере еще остается вот такая старая модель величия человеческого. О, если он такой великий, если он столько людей накормил, да царь он, конечно, зачем нам этот ирод, давайте теперь Иисуса назначим, вот он будет наш царь, как бы воздадим ему достойное. От чудес у верующих, от чудес у людей кружится голова. И порой я сам в своей жизни, я уже в этом году буду 29 лет, как являюсь пастыром нашей церкви, порой, когда переживаешь какие-то особо удивительные периоды в жизни, особенно в служении, какие-то особо яркие конференции или какие-то особо сильные собрания, потом вот невольно начинаешь как бы приписывать славу Божью себе, невольно начинается от Его славы как-то кружится голова, и тебе кажется, что все, теперь никаких проблем не будет, как ведь такой великий, сверхъестественный, чудотворный Господь с тобой, да какие проблемы вообще, какие сложности. И вроде бы чудеса, вроде бы сверхъестественное насыщение многих-многих-многих людей, но наше эго так начинает возвеличиваться, наше эго так начинает расти, и все, уже хватит, уже Иисус будет царем, мы тут вельможами, все тут разобрали министерские портфели, будем сидеть тут в величии Божьей, и попробуй тут кто-то пойти против нас. И вот именно в этих ситуациях Бог в нашей жизни и выдвигает противный ветер для того, чтобы поставить тебя на место, для того, чтобы у тебя от успехов не кружилась голова, вот, чтобы ты оставался в здравости. И порой нередко именно сложные ситуации, именно трудности, они как ничто другое и смиряют нас, и побуждают нас искать Господа. Вот, мы склонны часто преувеличивать, вот, и многие вещи преувеличивать, и нам кажется, что Богу тоже так будет лучше, если мы его царем сделаем. Нам часто кажется, что мы должны для него вот это величие, какой-нибудь порядок особый создать на земле, чтобы прямо он такой радостный был. Вот, нам кажется, что это так классно, это так круто, это как бы так значимо, и, конечно, Господь доволен. И приходит противный ветер, который часто уносит все наши планы, все наши какие-то головокружительные мечтания, самомнение наше уносит. И вот мы видим, да, пришел противный ветер, и ученики увидели, что у них в сердце, у них и страх осталось, да, и боялись они, и слава Богу, что у Иисуса хватило мудрости не брать на себя более. Я хочу вам напомнить, что Иисус, ведь Он же не только Сын Божий, Он и Сын Человеческий. То есть, с одной стороны, Он показал нам характер Небесного Отца, а с другой стороны, Он показал нам пример настоящей, святой, чистой человеческой жизни. И мы видим, что Иисус, ведь Он тоже был, как написано, искушаем во всем, как человек. И для Него, как для человека, ведь наверняка, также казались, ну, мероприятными такие предложения, вот, сделать тебя царем. Но у Сына Божьего хватило мудрости отвергнуть вот эти великие человеческие планы, и поэтому мы видим, что Он, здесь даже говорится, понудил, то есть принудил учеников уплыть. Казалось бы, да, вот, вот, это вот все равно, что вот когда, вот, как в театре, да, вот, есть спектакль, а в конце артисты выходят, кланятся. Если спектакль был очень хороший, то бывает зал не отпускает артистов долго, стоя, аплодирует, устраивает овации. Ну, как это вот напоминается, да, вот, произошло великое чудо и ажиотаж. И, казалось бы, надо сейчас наслаждаться вот этим впечатлением от чуда, надо сейчас наслаждаться, вот, какой Иисус великий, и мы, апостолы, тут рядом с Ним великие. Ну, Иисус, видно, что Он прекратил вот это бахвальство, вот это наслаждение этим величием, вот эти вот предложения, которые поступили вплоть до того, что сделать Его царем. Он все это обрывает и понуждает учеников поплыть, да. Поэтому, вот, если мы говорили первое, если в твоей жизни есть противный ветер, значит, в твоей жизни есть направление, то второе, с Богом нередко бывают как раз противные ветры. С Богом далеко не все гладко и не все легко. Знаем вроде бы об этом, но вот все равно нам кажется, что вот как-то с Богом не должно быть такого. Вот сейчас некоторые вещи говорят, вот, как так, вот, что это вот такое происходит, такие сложности, проблемы, как нам, как верующим, вести. И мы не понимаем, что без Бога ничего не бывает. Без Божьего позволения у нас ни один волос в головы не упадет. Вот, и вся эта ситуация, которая сегодня возникла в современном мире, да, она невозможно была бы без Божьего допущения, да. Но, вот, в том-то и дело, даже когда ветер противный, когда, казалось бы, все идет не так хорошо, как должно быть, а может быть, даже вообще ужасно все идет, плохо. Вот интересно, что если Бог что-то допускает, то Он желает что-то совершить. И, значит, во время противного ветра Он может что-то сделать такое, чего, когда тебе все хорошо, и когда там, слава Божья, великие конференции, благословенные собрания, и ты прям такой важный становишься, ну, значит, Он в это время что-то не может сделать, чего Он может сделать только в сложностях, только в тяжелых ситуациях. И поэтому, когда сегодня люди, многие на карантине, большую часть времени сидят дома, казалось бы, вот что за ситуация, дома сидим. Но, знаете, я думаю, опять-таки, это не случайно. Я думаю, человечеству необходимо было побыть какое-то время дома, да, это чтобы и дома дела наладить, потому что некоторые даже, они настолько привыкли везде там быть в делах, в работах, некоторые проповедники настолько привыкли быть в поездках, оказываешься дома с женой и с детьми, что тут делать, не знаешь. Да вот, может быть, отношения тебе нужно наладить и с женой, и с детьми, познакомиться, узнать, как зовут кого-то, в каком классе, кто из твоих детей учится, может, там, начать помогать им, какие-то уроки делать, восполнять. То есть, понимаете, вот то, что, возможно, при твоей активной жизни Бог не мог сделать, да, какие-то восстановить теплоту в семье, отношения в семье. Ну, что, приходит противный ветер, когда ты из дома не можешь выйти, да, так все противно вокруг. И дома, там, находясь, Бог может изменить твое отношение с близкими. И что, наверное, одно из самых важных, ведь у многих христиан нет личной молитвенной жизни. То есть, вся их молитвенная жизнь, это только на собраниях, молитвенных собраниях, общецерковных богослужениях. А дома не привыкли молиться. Вот прекрасная возможность, когда мы сейчас сидим дома, начать лично молиться по утрам, по вечерам. А кто не молится, стыд и срам, стыд и срам. Поэтому, драгоценные, будем молиться, будем искать его лица. У нас есть время покоя, когда даже если кто-то и работает дистанционно, то нет такой загруженности, как в обычное время. И когда у нас высвободилось огромное количество свободного времени, а некоторые даже не знают, что с ними делать. Они не привыкли наслаждаться отношением с близкими. Не привыкли наслаждаться отношениями с Господом. Привыкли к той, как деятельности. Ради Бога, ради близких. И мы забываем, что ведь работа ради Бога и общение с Богом – это не одно и то же. Зарабатывание денег для своей семьи и общение со своей семьей – это не одно и то же. И если нам неуютно, если нам тоскливо, если нам скучно дома, вот это вот возможно, это как красная лампочка. Значит, что-то должно быть изменено в нашей жизни. Поэтому слава Богу, что такая ситуация случилась. Слава Богу, что она произошла. В этом есть рука Божья. Некоторые христиане, они во всем дьявола только одного ищут. Я стараюсь во всем видеть руку Божью. Поэтому драгоценное с Богом нередко ветер противный. Третья вещь про ветер. Очень важно не искать самому противного ветра и не создавать самому противного ветра. Одно дело, когда ты сталкиваешься с ветром, а другое дело, когда ты его сам создаешь, вот этот противный ветер. Это как, знаете, думаю, в школе все помнят, в каждом классе были какие-то ребята драчуны или хулиганы. Наверняка в вашем классе были такие. Может быть, даже это ты таким и был драчуном в своем классе. Обычно их где-то отсаживали на задние парты, чтобы не мелькали перед глазами у учителя, не создавали много проблем. Есть такие люди, которые такие забияки. Они обязательно на переменах с кем-то подержутся, кому-то нос разобьют или кто-нибудь им нос разобьет, которые по жизни ищут каких-то таких приключений, столкновений. Вы знаете, точно так же в христианском мире есть так называемые христиане-хулиганы, есть служители-хулиганы, которым неинтересна вот такая мирная жизнь. Они загораются только, когда возникает борьба. И вечный бой, покой нам только снится. Вот когда борьба, когда какие-то сложности, вот тогда у них вот это все. А мирная, спокойная, какая-то гармоничная жизнь, вот это как-то сложно, неинтересно даже как-то. И вот эта поговорка очень актуальна для таких людей, против кого будем дружить. И все дело в том, что сегодня в христианском мире много конфликтов, там какие-то проповедники друг с другом разбираются, служители друг с другом разбираются. То есть они таким образом сами создают вот этот противный ветер. Вы знаете, с одной стороны, нужно уметь встречаться с противным ветром, а с другой стороны, не нужно его самим создавать. Бог любит миротворцев. Блаженный миротворцы. Не ветротворцы. Не творцы противных ветров. Не творцы конфликтов. А это ведь, с одной стороны, выгодно, потому что привлекает внимание только то, там, где что неспокойно, там, где ссора, там, где спорта. Это сразу же интересно. Поэтому это используют и телевизионщики, когда там на передачах возникают конфликты, какие-то ссоры, драки. Там непонятно, что срежиссировано, что спонтанно возникло. Но это тут же вызывает ажиотаж. А вы там видели, там кто-то подрался. А вы видели, там кто-то поссорился, поругался. Вы видели это все? И это начинает смотреть. Наша греховная плоть любит. Она тянется там, где конфликт. Там, где конфликт, там ажиотаж. Там туда приковано внимание. Ну и многие христиане, многие служители, они смекнули, что это выгодно быть в конфликте. И постоянные разборки. И вот легко, знаете, надеть на себя такой мундир борца. Я борец, тут со всеми борюсь. За правду, за истину тут борюсь. Тут всех на место ставлю. Такой прям ты борец за дело Божье. Прям ты не борец за дело Божье. Ты просто творец противного ветра. Ты постоянно созидаешь какие-то конфликты, какие-то сложности. Есть люди, которые постоянно где-нибудь находятся, там споры, там ссоры постоянные, конфликты постоянные. Мы любим создавать, наша плоть, точнее, любит создавать вот этот противный ветер. Поэтому вот третья истина про этот ветер, он должен сам возникать. В жизни он должен сам возникать. Мы не должны создавать сами противный ветер. Потому что вот мы до этого говорили, что следование за Христом часто вызывает противостояние. В отличие от мнения, что следование за Христом – это всегда что-то такое легкое, такое свободное. И тут можно уйти в другую крайность. А если следование за Богом связано с проблемами, значит, чем больше проблем, тем лучше. Я слышу голос Божий и, вернее, следую за Ним. Это другая крайность. У тебя может быть много проблем не потому, что ты такой верный последователь Господа, и дьявол так тебя не любит. У тебя может быть много проблем просто потому, что ты забияка. И вот таких забияк среди проповедников, среди христиан огромное количество. Но они самые популярные. Самый популярный христианский мир, мир забияк всевозможных. Там внимание, там всевозможные обсуждения. Поэтому я вижу, что это не означает то, что у тебя много проблем, не означает, что ты слишком верно следуешь за Господом. Может быть, ты просто-напросто сам создаешь в себе проблемы, сам создаешь в себе сложности. Четвертая вещь о противном ветре. Хочу обратить ваше внимание, что в этой истории говорится, ученики, 26 стих. Ученики, увидев Иисуса, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я. Не бойтесь. Вы знаете, четвертая вещь, именно в трудностях, именно когда ветер противный в нашей жизни, тогда мы можем познавать Бога так, как никогда Его еще не познавали. То есть Иисус для нас становится реальностью. Это парадокс, но часто именно в сложностях Бог для нас становится реальным. Знаете, тут аналогия с книгой Иова, когда, помните, в конце этой книги Иов говорит, что раньше я слышал о Боге, а теперь мои глаза видят Его. То есть, вот, хотя Иов, мы видим, был человеком богобоязненным и праведным, но когда он прошел через вот эти сложности, прошел через проблемы, трагедии, горя, несчастья, он познакомился с Богом так, как не был знаком при всей своей богобоязности до этого. То есть, видите, вот цель этих сложностей и проблем – пережить Бога так, как мы еще никогда не переживали, познать Его так, как никогда еще не познавали. И вы знаете, что интересно, можно быть на больших конференциях, можно быть в больших служениях, в славе Божьей, но реально не иметь настоящих отношений со Христом. То есть, для тебя Иисус как призрак. Вот, вроде, Он где-то есть, вот такой призрак, Он как будто постоянно где-то маячит на горизонте твоей жизни. Но реально ты Его не знаешь. То есть, ты слышал о Нем, да, как-то читал Библию. Но вот таких личных взаимоотношениях, о которых говорится в христианстве, у тебя не было. Не было. Иисус как призрак. Иисус как призрак. И именно Бог допускает в нашей жизни вот эти противные ветры, проблемы, сложности. Потому что вот, когда противный ветер, когда ты тонешь, когда вода попадает в твою лодку, тогда ты понимаешь, тебе нужен реальный Бог, а не призрачный. Тебе нужен не просто призрачный Бог, созданный из каких-то догм, правил твоей церкви, теологии, там, твоей конфессии, да. Не просто Бог, созданный из слов, определений, богословских каких-то тезисов. Тебе нужен Бог, с которым у тебя есть реальное, настоящее соприкосновение. Поэтому, я и говорю, прекрасная сегодня возможность для многих-многих-многих из нас, да. Вообще-то, прекрасные возможности. Вот сегодня, когда ехал в здание церкви, сегодня у нас хоть отменено, но мы ведем онлайн-трансляцию из нашего зала. Вот я считаю, что все-таки хорошо, когда мы можем отсюда вести трансляцию, а не просто я из дома веду трансляцию. Вот я обратил внимание, ехал, как мало машин, а обычно в это время дня, даже в воскресенье у нас немало машин. Сейчас вообще как будто улицы вымерли, да. Мне невольно такая даже мысль пришла, думаю, сколько интересно во время этого карантина, когда люди не уходят из дома, сколько людей, возможно, бы попали в аварии, а они не попадут в аварии там. Или там бы их где-нибудь ограбили, а их не ограбят, почему дома они сидят. Вот сколько несчастья удалось людям избежать, да, причем даже они никогда об этом и не узнают, что если бы не было карантина, возможно, что-то в их жизни было бы не так, да. Ну, конечно, самое главное, вот когда мы находимся дома, да, когда вот в такой сложной ситуации, да, некоторые говорят, вот там страх, там надо со страхом бороться. Вот мы часто любим, да, со страхом бороться. Вот верующие любят, да, нас же хлебом не кормят, да, и со страхом побороться. Мы прям тут страх все тут побеждаем. Страх, да. Страх, он может быть хорошей вещью, если ты его правильно направишь. Даже страх может быть направлен для того, чтобы ты искал Господа так, как ты никогда не искал, не искал его раньше. Потому что часто, когда все хорошо, там, нечем бояться. И Бог такой, он где-то вот тут, здесь такой призрачный, где-то вот все время таким бэкграундом за нами сияет, да. Вот. А когда ты оказываешься в сложности, когда ты оказываешься в проблеме, когда у тебя противный ветер, когда тут волны поднимаются, то ты понимаешь, да, тебе нужен Господь, тебе нужен реальный Бог. Не теологический, не там, какой-то выверенный конфессиональный, там, богословский умозрительный Бог, там, Бог букв, да. Тебе нужен дух, тебе нужен животворящий дух. Поэтому давайте будем искать его лица вот в это время. Да, кто-то, кто-то боится там, я не буду говорить там, перестань бояться, продолжай бояться и Бога искать в этом страхе своем. Взывай к нему, может быть, в другой ситуации у тебя не было такой нужды там. Взывай к нему, чтобы он явил себя из призрака, стал реальностью твоей жизни. Может быть, в чьей-то жизни Господь станет из призрачного реальным именно в эти дни. Все по воле Божьей. Бог допустил всю ту ситуацию, в которой мы находимся. Бог допустил всю ситуацию, в которой находишься ты, твоя семья и твоя жизнь. Есть прекрасная возможность искать его, потому что порой, когда все хорошо, да, нет никакого грома, и креститься к мужику особой нужды нет. Да, вот когда гром, и море, и шторм, и землетрясение, и ветер противный, вот тогда, понимаешь, а не пора ли мне молиться, а не пора ли мне как-то с Господом познакомиться, а не пора ли мне пережить Его славу, Его благословение, Его чудеса, да. Вот. И последнее, пятое о противном ветре, да, вот в этой истории, я неслучайно эту историю прочитал по Евангелию от Матфея. Почему? Потому что Матфей пишет то, чего не упоминают другие евангелисты. А он пишет о том, что когда, вот прочитаю это место, когда Иисус заговорил с учениками и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь, Петр сказал в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди, и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, да, этот противный ветер, он продолжал, этот сильный быть, да, испугался, начал утопать и закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. И, вы знаете, вот и самое последнее, да, самое последнее, пятое. Вот мы видим, что инициатива – это хорошо. Вот Петр, с одной стороны, он, конечно, часто в просаг попадал. Такие вещи говорил, что Иисус ему отвечал, это дядь, меня сатана, даже так было, да. Но в то же самое время это был, наверное, один из самых инициативных, если не самый инициативный ученик Иисуса Христа, да. Вот. Инициатива – это очень хорошо. Бог любит инициативных. Те, кто делает первый шаг, там, все молчат, а он тут захотел за борт шагнуть, да. Это очень хорошо. И он сделал этот шаг за борт и пошел по воде. И вот представьте себе, ветер сильный остается, вот этот противный ветер, он не ослабел, да. Шторм на море, лодка, там ученики сидят, Иисус на воде. И ты идешь по воде к Иисусу. И ты думаешь, вау, только Иисус и я, Иисус и я ходят по воде. И вот последний, пятый урок, вы знаете, когда часто мы исполняем часто Божье призвание, исполняем Его волю, то вот опять-таки возникает опасность возгордиться. Как, помните, у пророка Ильи была такая ситуация, что он думает, ну, Господи, вот все тебя оставили и предали. Один я, один я, Господь с тобой. Один я вот остался верным таким, вот. И вот такое, знаете, обольщение, да. Вот, когда Бог являет свою славу, Бог являет свою благодать, и Петр пошел на воде, важно продолжать концентрироваться не на чудесах, не на этом фантастическом хождении по воде, не на волнах, не на проблемах, не на сложностях, на перекор, которым ты движешься все равно, а продолжать смотреть на Иисуса. Это вот последний, наверное, пятый урок. При любом противном ветре, даже когда в твоей жизни происходят сверхъестественные чудеса, концентрируйся не на второстепенных вещах, даже не на чудесах, концентрируйся на Иисусе. Часто проблемы, хотя чтобы мы на них концентрировались, да. Какие-то ситуации, чтобы мы на ситуации концентрировались. Но когда мы видим, Петр стал смотреть, да, вот он, ну, какие волны, и ветер, и испугался. Начал тонуть, и тогда Иисус его вытащил, вот. И когда мы двигаемся с Господом, когда мы идем с Богом, что бы ни происходило в нашей жизни, плохое, хорошее, нужно смотреть не на плохое и не на хорошее, а на Бога. Тогда ты сможешь пройти все и все преодолеть. И вы знаете, вот у меня сейчас такое состояние, то есть, с одной стороны, когда я вижу ситуации, которая происходит сегодня в мире, смотрю новости, да, с одной стороны, вроде бы, понимаешь, да, что ситуация серьезная, да, серьезная ситуация. Правительства разных стран принимают беспрецедентные меры безопасности сегодня в мире, да. Врачи работают, ученые-биологи работают. То есть, те люди, которые говорят, это все ерунда, ну, это не ерунда, потому что и власть, и правительство идут на немалые убытки, да, принимая такие меры безопасности, значит, ну, стоит их принимать, да, вот. И поэтому, я думаю, все здравые люди понимают, что, да, ситуация сегодня непростая, серьезная ситуация, да, и серьезная, и опасность тоже серьезная, но одновременно с этим, я думаю, я не одинок, да, вот, у меня какая-то есть вот внутри уверенность и спокойствие. Вот, да, есть сложно, и нужно принимать какие-то меры сегодня, да, безопасности, какие-то предпосадения исполнять. А с другой стороны, вот, внутри мир и покой. Почему? Потому что абсолютная уверенность, все в Божьих руках. Бог, который не призрак, не миф, не выдумка, а тот, кто держит все в своей руке, тот, без чьего допущения ничего на земле не происходит, ни на земле, ни в твоей жизни. И, значит, если Бог вот допустил такую ситуацию, а я думаю, что вот, когда мы сегодня видим, что происходит в мире, нам как-то становится более понятным пророчество в Библии, как какие-то большие катаклизмы могут случиться. Мы видим, да, как можно буквально за короткое время там закрыть все увеселительные заведения, там перевести многих на удаленную работу, там закрыть садики, школы, проводить богослужения онлайн, да, как это просто за считанные дни сегодня возможно. То есть мы понимаем, что с приходом Христа, несмотря на все наше развитие и технологии, да, будет непростое время, но при всем при том, мы понимаем, что все это будет под Божьим контролем. Бог, Он продолжает быть всемогущим, вездесущим, и вся власть в Его руке. Когда ты осознаешь всемогущество, всевластие Бога, тогда, относясь серьезно к сложностям и проходя через трудности, ты, тем не менее, не теряешь ни мира, ни покоя, ни радости. У тебя остается радость и гармония. И я хочу в конце прочитать послание апостола Павла к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, 4 глава, 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». То есть любой противный ветер, любые сложности, любые непростые ситуации, допущенные Господом до нас, до нашей семьи, до нашей церкви, до нашей страны, до нашего мира, для того, чтобы произвести в безмерном преизбытке вечную славу. Все это для славы Божьей. Все эти сложности, все это для славы Божьей. И цель ветра – эту славу Божью произвести. И я повторю вот эти пять вещей, пять истин про противный ветер. Первое. Противный ветер означает то, что в твоей жизни есть направление. Второе. С Богом бывают и противные ветры. Не всегда все легко и всегда все гладко. Третье. Важно, с одной стороны, спокойно сталкиваться с противным ветром, с другой стороны, не создавать этот противный ветер самому. И без тебя найдутся те, кто создаст его. Четвертое. Во время противного ветра важно ближе познакомиться с Иисусом, чтобы он из признака превратился в реальную личность твоей жизни. И последнее, пятое. Когда Бог являет свою славу, важно не дать своей голове скружиться от Божьей благодати, от Божьих чудес и от Божьего благословения. И мы будем молиться. И я хочу сейчас, когда мы будем молиться, помолиться за каждого из нас, помолиться за наши души, помолиться за наши сердца, помолиться, конечно, за ситуацию, которая сегодня возникла в мире, помолиться Богу, при этом верить, что любящим Бога, призванным по Его изволению. Все, в том числе и это, да, то, что сегодня происходит в мире, все содействует ко благу. Не все только хорошее, абсолютно все. Я думаю, конечно же, апостол Павел, он имел в виду, прежде всего, какие-то негативные, плохие вещи, да, потому что, ну, само собой, что хорошие вещи содействуют ко благу, а с плохими как. Поэтому Павел говорит, все содействует ко благу. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, за Твою милость. Я благодарю Тебя за то, что Ты держишь весь мир в Своих руках. Весь мир в Твоих руках, весь мир Ты хранишь. И мы уповаем на Тебя, на великого Творца, который наблюдает за своим творением. И я прошу, мой Бог, коснись каждого, кто смотрит это онлайн-богослужение. Коснись душ-сердец, наполни миром, покоем и гармонией. Да придет покой, чтобы и из этой ситуации Ты совершил благо для нас. И мы имели веру принять это благо, хранить мир и всегда радоваться. Слава Тебе, честь и хвала во веки веков. Аминь. И, дорогие друзья, поскольку у нас хоть онлайн, но все равно богослужение, и я хотел бы призвать вас к пожертвованию. Великое благословение современного мира. Мы не только можем, находясь на расстоянии, смотреть проповеди, слушать прославления, но мы точно так же, находясь на расстоянии, можем совершать пожертвования. И я не знаю, через какие сайты вы смотрите сейчас эту трансляцию. Но, в принципе, и в соцсетях, и на нашем сайте церковном newlife.ru, и на нашем YouTube-канале вы можете под трансляцией видеть реквизиты. На нашем сайте вообще, видите, есть целый раздел, который называется «Поддержать нас». Вот он на сайте находится сверху справа. Сверху справа там такая табличка «Поддержать нас». Вы можете нажать, можно совершить ваше пожертвование, либо с помощью кода, видите, там QR-код, который также размещен в разделе «Поддержать нас». Вот. И назначение платежа, не забудьте, пожертвование на осуществление уставной деятельностью. НДС, это пожертвование не облагается. Также у нас на сайте церкви newlife.ru, через робокассу, там есть такая кнопка, тоже можно совершить ваше пожертвование. Тоже это легко, просто, удобно. Вот. Перейдет. Вот. И, дорогие, все ваши вопросы, ваши молитвенные нужды вы можете писать в соцсетях нашей церкви, на сайте церкви, в комментариях можете писать. Мы каждый день пока еще собираемся со служителями здесь по утрам, мы молимся, мы молимся за ваши нужды, мы молимся за проблемы. Вот. У нас с вами время, сейчас я говорю, непростое, но очень интересное. Я хочу сказать сразу же, что Бог да благословит каждого, кто дает, кто жертвует, чтобы мы могли рассчитаться с этим зданием и явить свою славу, явить свои чудеса. Поэтому я благодарен всем, кто жертвует, всем, кто жертвует не только из нашей церкви и наших прихожан, но и из других церквей, даже из других стран. Спасибо большое. Спасибо.